Белокаменный храм в стиле новгородско-псковской архитектуры расположен в живописном уголке Сарова. Уникальный проект Нижегородской земли. Он поистине стал храмом-памятником, поскольку в его создании принимали участие многие горожане. В новом выпуске программы «Пешком по Сарову» мы отправимся в храм в честь святых царственных страстотерпцев. Идея построить в Сарове приходской храм, посвященный последнему российскому императору-страстотерпцу Николаю II и его семье, возникла в 2002 году во время подготовки к празднованию столетия прославления в Лике святых преподобного Серафима Саровского. В этот период обратились к фразе святого старца «Того царя, который меня прославит, я прославлю». Многие поколения царской семьи почитали Серафима Саровского. В 1902 году государь Николай II выступил за прославление чтимого народом старца. Именно царь Николай II со своей семьей живо и инициативно участвовали в самом прославлении. Были здесь как раз в одни прославления в 1903 году. В 2003 году под строительство храма выделили участок в новом микрорайоне. В 2006 году, когда праздновалось 300-летие Свято-Успенского мужского монастыря, Саровской пустыни и возрождение обители, святейший патриарх Московский в Сея Руси Алексий II, находясь в Сарове, благословил строить храм во имя святых царственных страстотерпцев. В 2008 году на месте будущего строительства был установлен поклонный крест. Однако работы на этом месте начались еще не скоро. А здесь же пока как-то не удавалось, даже кроме креста, кроме молитвы, которая на этом кресте творилась достаточно регулярно, не удавалось начать постройку. К идее возведения храма вернулись гораздо позже. В 2013 году митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. Возводить храм начали в марте 2014 года. 6 числа митрополит возглавил соборный молебен перед началом строительства. К нему приступило товарищество реставраторов в мастерские Андрея Анисимова. Ко дню рождения императора Николая II под строящуюся церковь залили фундаментную плиту. В тот день глава Нижегородской митрополии совершил чин закладки храма. Здесь, в богопоставимграде Саров, день памяти церковного праведного и омногострадального. И в день рождения последнего государя нашего Отечества, церковного страстосердца императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи страстосердцев. В августе 2016 года, в день двунадесятого праздника, Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодьявы Марии осветили три креста в честь святых церственных страстотерпцев. Изначально храм планировали сделать деревянным. Администрации города было это предложение отклонено, поскольку весь район уже был построен в камне, и генпроект тоже был настроен на то, что все здесь должны быть по архитектуре, по общему стилю должен быть все-таки здесь каменный храм. Поэтому тот храм, который строился из дерева, из бревна, пришелся как раз там, где он сейчас и стоит, на городском кладбище. И был освящен в честь еще одного святого, который был связан с памятью Николая II, это Иов Многострадальный. Жемчужина архитектуры так позднее назовут царский храм. Выполнят его из белого камня в новгородско-псковском стиле. Монументальность, простота, отсутствие излишней декоративности и некоторая тяжеловесность форм. Храм царственных страстотерпцев прекрасно вписался в картину современного живого микрорайона. Этот храм, именно, тоже разрабатывались разные материалы, разные архитектурные проекты. Этот архитектурный проект, конечно, был и трудоемкий, и дорогой, но он беспрецедентно красивый. Даже вот на фоне других памятников архитектуры, храмостроительства нашей Родины. Время шло, и строительство храма постепенно подходило к завершению. Свой голос он обрел в конце 2017 года. Набор из 11 колоколов изготовили на московском колокололитейном заводе «Литекс». Осветил их митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Самые тяжелые колокола – два благовестника весом 820 и 450 килограмм. Также здесь полно представлены подзвонные и малые зазвонные колокола, вылитые несогласно всем традициям русских церковных звонов. Каждый из колоколов украшают барельеф и икон. На главный нанесен образ царственных мучеников. Пять самых главных колоколов в наборе фамильный. Их пожертвовали благотворители. На остальные средства собирали саровские прихожане. Некоторые из них смогли позднее попробовать себя в роль звонарей. Так Елизавета Егорышева смогла исполнить свою маленькую мечту. Была моя мечта. Я всегда очень любила колокольный звон. Всегда хотела подняться на колокольную, посмотреть вообще с высоты, как это выглядит, город. И вот один раз я поделилась этой мечтой с одним из алтарников. И он подошел к отцу Сергию. И тот разрешил, чтобы мне показали. Научили. Это, конечно, очень сложно, но все вроде бы получилось. В царский храм Елизавета впервые пришла около двух лет назад. Он был рядом с домом. Сюда удобно было зайти после работы. Поначалу Елизавета приходила редко. Просто помолиться и поставить свечу. Сейчас старается службу не пропускать. В храм приходит и с маленькой дочерью. Ей здесь никогда не бывает скучно. Малышка может играть с другими детьми на летней площадке. Либо рисовать и заниматься в детской комнате. Это одна из причин, почему я выбрала именно этот храм. Так как это царский храм царской семьи Николая Второго. Жена Николая Второго, Александра, являлась родной сестрой Елизаветы Феодоровны. Чье имя, в принципе, я ношу. Кому я поклоняюсь, чту. И для меня это очень символично, приходить в этот храм. Первым делом, что я делаю, захожу в храм, подхожу именно к этой иконе, к Елизавете, чту. В нашей библиотеке нашла очень много литературы о ее жизни, о ее семье. Следующим важным этапом после возведения храма была роспись. Более полугода иконописцы мастерской «Новое воскресенье» из Палиха расписывали его в древнерусской технике. Работы палехских мастеров отличают плавность, легкость, многообразие деталей, проработка образов, красочная цветовая гамма. Несмотря на традиционную архитектуру, храм расписали целиком. На единственных двух прямых стенах разместили сюжеты коронации царской семьи, их участие в перенесении святых мощей преподобного Серафима Саровского. Здесь мы видим, как они сами говорили, им во многом приходилось импровизировать, потому что образы, сочетания исторических действий, ну вот как царь Николай в предшествии родственников и духовенства несет мощи преподобного Серафима Саровского или изображение его коронования, вот вся сюжетная линия, весь персоналей в образе, им нужно было моделировать с нуля. В царском храме мало окон и естественного освещения. Для того, чтобы живопись была светлой, мастера выработали очень необычный, жемчужно-серебристый колорит. Этот фон задает тонны для остальных красок. На стенах и сводах площадью 1200 квадратных метров можно увидеть изображение около 150 святых, 10 икон Божией Матери, около трех десятков многофигурных композиций. Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю, ну, естественно, у нас и Сергей Радонежский, Серафим Саровским, вот, и Дионисий Суздальский. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Дело в том, что перенесение там не из Сарова в Дивеево, да, а в Сарове из Зосимы, Саватии, Соловецких, из этого храма, и в Успенский храм переносили. Так вот, мы, значит, изобразили с левой стороны только нас, значит, Зосимы, Саватии храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это, документально. Постарались там изобразить и Елизавету с мужем, да, и, значит, и Александра Федоровна, чтобы там все были, и поэтому работали как бы немало, и тоже уже с этим сюжетом как бы сжились и нравятся. Палихские мастера проделали титаническую работу. Перед тем, как приступать к написанию образа святого, они тщательно изучали его житие. Нужно хорошо знать характер и ход мысли человека, чтобы наиболее точно изобразить его взгляд, выражение лица. Уникальность храма царственных страстотерпцев заключается в том, что возводили его на добровольные пожертвования благотворителей и жителей города. Он поистине стал храмом-памятником, потому что в его создании приняли участие многие горожане. Есть такие горожане, которые художники, оформлители, резчики по дереву. У нас такой город достаточно творческий, интеллигентный. Есть люди, которые помогали, да, действительно руками. Кто-то оформлял, в общем, через их руки прошла документация оформления. То есть мы действительно как бы собрали такую команду. Вот это было при настоятеле протерея Александре Долбунове. В принципе, это он организовал процесс строительства храма, смог подтянуть средства, людей, самое главное, объединить их, как-то вдохновить. Это его заслуга. В ночь 16 на 17 июля 2018 года глава Нижегородской епархии совершил чин великого освящения храма. Богослужение было приурочено к одной из самых мрачных дат истории – столетию со дня, когда вместе с последним императором Николаем II были расстреляны его супруга, пятеро детей и несколько близких царской семьи. Со временем храм стал духовным центром притяжения саровчан. Храм, он сделан с помощью горожан и для горожан. Поэтому здесь прекрасно оформленная территория, в которой можно обойти, можно погулять, можно отдохнуть, можно с детьми где-то посидеть. Это действительно как бы все, кто сюда приезжает, все удивляются красоте этого храма. Свои двери храм распахнуло для самых юных прихожан. С осени 2018 года здесь начали работать две воскресные учебно-воспитательные группы для дошкольников. Сейчас в них занимаются около 40 ребят. Благодаря занятиям малыши могут узнать больше о православной вере, полюбить храм. Делать робкие первые шаги в этом новом и интересном мире им помогают преподаватели. Занятия выстраивают в формате бесед, игр, мастер-классов. И так, чтобы это не было каким-то особым навязыванием. Поэтому у нас есть должное место, занимая творческие занятия, которые включают в собой художественные, азы пения. Ну и, конечно, мы знакомим с верой Христовой адаптационно для восприятия детей такого возраста. Совсем недавно в храме появилась приходская библиотека. Ее фон занимает два зала и насчитывает более трех тысяч книг и еще более двух тысяч неучтенных изданий. Учебная, богослужебная, детская, художественная литература, а также периодические издания. Все это доступно прихожанам храма святых царственных страстотерпцев. Раньше все эти книги находились при воскресной школе храма всех святых. Сейчас это здание монастырского комплекса, поэтому воскресная школа оттуда переехала. Так возник вопрос, куда перевести обширную библиотеку. Цокольные помещения царского храма отлично подошли для реализации книжного фонда. Долго кочевала и переезжала, не могла себе найти место. Наконец-то у нас есть в цокольном этаже два таких значительных помещения для того, чтобы православную библиотеку расположить. И мы выделили несколько, некоторое время на то, чтобы, ну, для графика посещения библиотеки. Это чисто православная библиотека, то есть те люди, которые хотят прочитать творение святых отцов, историю церкви, историю, связанную, ну, так сказать, с почитанием святых, они могут как раз у нас, именно здесь, библиотека, городская библиотека, православная библиотека. Церковная жизнь – это не только службы. Важная составляющая храма – социальная работа. Храм обращен к людям, к их тяготам, бедам. К примеру, при храме есть клуб трезвости, и здесь нуждающимся помогают бороться и с пагубной зависимостью. В храме разделяют с прихожанами и радостные, и счастливые мгновения. Немало праздников уже прошло на его территории с момента основания. У нас на нашей территории часто происходят праздники, связанные с Рождеством или с Масленицей. Они как бы немножко такие подвижные, спортивные. То, чтобы занять семью, и чтобы для человека, который пришел в храм, для будущих прихожан, для детей, чтобы заход в храм не был, так сказать, какой-то тяготой и таким, так сказать, тяжелой ношей прихода вместе с родителями. Жемчужина русской архитектуры, духовный дом – место, в которое можно прийти за помощью или поделиться радостью. В храмах честь святых царственных страстотерпцев всего три года. И за этот короткий срок он успел найти свое место в сердцах многих царовчан.